Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Отставка Нурсултана Назарбаева для казахов и для русских – событие неожиданное. Многие думали, что он будет сидеть в этом кресле до конца, и не угадали. Правда, Назарбаев ушел и остался. Он по закону национальный лидер, пожизненный руководитель Совета Безопасности и правящей партии. Ведущая новостей ТВК Ольга Тепляшина передает из Алматы, что на улицах незаметна тоска по лидеру, нет и волнения за будущее. Вы знаете, даже шутят, что президент не ушел, а просто будет иногда отсутствовать. Потому что все-таки он остается лидером партии, остается руководителем Совета Безопасности. И у них нет ощущения, что он все время уходит и что сейчас все изменится. Тем более, что его преемник уже заявил, что по всем значимым вопросам мнение султана Назарбаева будет таким веским, к нему будут прислушиваться. В своем обращении к нации Назарбаев не раз повторил, что оставляет страну новому поколению. Новому президенту Казахстана Касым Жармату Такаеву 65 лет, Назарбаеву было 78. Новый лидер уже принес присягу. Ранее он был главой парламента и по конституции именно ему предстоит быть главой республики до новых президентских выборов в 2020 году. Но все это внутренние дела соседа. Политологи считают, что в интересах России сохранить союзника. Все-таки между нами и Казахстаном более 7 тысяч километров открытой границы. Казахстан сейчас на таком пути, на таком этапе, который представляет собой серьезную развилку. Каков итог, сказать невозможно. Тем более, у таких вещей итогов нет. Это процесс, который будет сейчас складываться. И вот вчера был дан старт этому процессу. Назарбаев стал последним советским лидером, который правил уже независимой республикой бывшего СССР. В кресле руководителя Казахстана он с 1989 года, почти 30 лет, правил по-восточному долго и безраздельно. Клан Назарбаевых самый влиятельный в стране, богатый нефтью и газом. Одна его дочь депутат, вторая самая богатая женщина страны. Сильными соседями России и Китаем заигрывал, слабых Киргизию заставлял преклониться. Бывший президент этой страны Алмазбек Атамбаев называл его царьком и диктатором. И я помню, как кричали тут наши политиканы, как кричали в парламенте, что президент Кыргызстана Атамбаев должен поехать на поклон к престарелому диктатору. Поклониться в ножке, попросить прощения, чтобы дали газ. На постсоветском пространстве сейчас следят, как пройдет передача власти в Казахстане. Все-таки в странах бывшего СССР немало лидеров, которые продолжают править по 18 и более лет. В интернете шутят, неужели вы хотите так же, как в Казахстане? Если мы увидим достойный, приличный транзит власти, приход новых людей, ничего не случится, мир не перевернется, экономика не рухнет. Это, конечно, будет хороший пример, в том числе и для россиян, потому что нас же постоянно пугают. Если не он, то привыкли мы делать идола из наших вождей. И то, что Назарбаев ушел сам, на самом деле большое к нему уважение. Президент Путин уже поблагодарил Назарбаева за работу и назвал Казахстан самым близким союзником России. По мнению политологов, новый президент Такаев продолжит политику Назарбаева. Например, по его предложению, столицу страны, Астану, уже переименовали в честь национального лидера Нурсултан. Виталий Поляков, Николай Чистяков, Новости ТВК. Субтитры создавал DimaTorzok